Ранее в программе. Власти посёлка Зайцево с началом военных действий бросили на произвол судьбы местных жителей. На помощь людям пришла бухгалтер Ирина Дикун. Помогала вывозить раненых. Никакие службы не работали. Её сыновья Кирилл и Данил попали под обстрел и получили серьёзные травмы. Быть седым на одну сторону. Чтобы помочь матери, Кирилл и Данил вынуждены были выполнять недетскую работу. Мы копали могилы, ставили памятники. Когда обстрелы усилились, Ирина покинула Зайцево и вывезла с собой односельчан. Я об одном жалею очень сильно, о том, что я не говорила одного ребёнка. А ребята, где учатся? В Единственном Кодесском корпусе Следственного комитета Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург. Людмила, а вы как туда попали? Тютира подошла ко мне, спросила, хочу ли я получать образование в более высшем заведении, чем просто школу на дистанционном учреждении. Я с удовольствием согласилась. Я не ожидала, что всё-таки получится поступить в Кодетский корпус. Давайте посмотрим, как проходит ваша учёба в Санкт-Петербурге. Равняюсь. Смирно. Равняйся, Егидинова. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаю, товарищ учитель. Это обычное утро Кирилла и Данилы Дикун. Два года назад братья надели кадетскую форму и теперь живут по жёсткому расписанию. В 6 утра у нас подъём. В 7.40 мы идём на построение. Проверяем нашу частоту опрятности. В 8.30 начинаются учебные занятия. Под рукой только тетради и учебники. Никаких телефонов. Они под строгим запретом. Ответственные за телефоны выйти, строят телефоны, собрались. Тяжело, когда нету, откуда можно списать. Когда раньше до кадетского корпуса, каждый пытался найти ход в интернете. Тут так не получится. В родном Зайцеве ребятам было не до учёбы. Приходилось выживать. Теперь есть возможность наверстать упущенное. Правда, первое время в новом коллективе было непросто. Тяжелая степень общения заводилась. Ну, грустя там месяц. Мы хорошо подружились. Был такой момент, когда кто-то из ребят сказал, мне стыдно, мне неловко. На что я ответила, у тебя есть возможность получать знания. Поэтому стыд в сторону и учимся. Ребята уже не чувствуют себя одинокими и оторванными от дома. Вместе с ними учится Люда Дарковская. Тоже родом из прифронтового Зайцева. Теперь она любимица в своём новом кадетском классе. Улыбчивая. Здорово. Весёлая. Здорово. Милая. Очень приятно это всё слышать. У нас очень дружная атмосфера с девочками. Мы все общаемся, все понимаем друг друга. В нужной ситуации поддержим. День пролетает незаметно. Мы тратим время на творчество. Мне нравится вышивать игрушки. Ну, обычно я их или оставляю себе, или кому-то дарю. Ужасы войны для ребят в прошлом. Сейчас они наконец-то имеют возможность по-детски радоваться простым вещам. Учиться, общаться и гулять по улицам Петербурга, уже не вздрагивая от громких звуков. Мне Петербург, конечно, нравится. Пармитаж. Вы все туда ходили бы. Походить в Невскую проспекту хорошо. Центр, много людей. Красиво есть, где походиться. Ты можешь спокойно выходить, идти гулять. Здесь больше магазинов, музеев всяких. Город, как можно сказать, возможностей тут больше, чем у нас в Донецкой Народной Республике. Если будет возможность, я здесь останусь. У нас в студии директор кадетского корпуса Елена Юрьевна Гаранина. Здравствуйте, товарищ подполковник. Подполковник. Здравствуйте. Как вам ребята? Ребята замечательные. Ребята просто чудесные. Мы очень рады, что ребята обучаются в нашем кадетском корпусе и сбылась их мечта. А вообще из новых регионов много у вас ребят? На сегодняшний день в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, объединенном теперь уже Санкт-Петербургском объединенном корпусе, 48% составляют дети-сироты, дети, прибывшие с новых территорий и дети-участников СВО. Такие детишки, которые пережили ужасы войны, они требуют к себе какого-то особого отношения или нуждаются ли в этом особом отношении, как и у них с успеваемостью? Отпускаете ли вы их в увольнение, например? Конечно. Ну, что я могу сказать? Дети, которые прибыли с территории, где закончилось детство, конечно, они приехали напуганными, зажатыми. То есть требовалась та работа, работа всего коллектива кадетского корпуса, чтобы детишек вывести из этого состояния. Это, в первую очередь, работа воспитателей, которые с ребятами 24 на 7 находятся. Конечно, это работа социально-психологической службы кадетского корпуса. Слаженная работа отделения дополнительного образования, потому что ребята нашли себя... Вот мальчики у нас прекрасно рисуют. Людмила у нас рукодельница. Она замечательно шьет. Конечно, вся эта работа позволила нашим детям почувствовать себя в безопасности и в тех надежных руках, в которые они попали. Елена Юрьевна, какие перспективы у ребят? Куда они пойдут служить? Вообще, конечно, перспективы ребята выбирают сами. Но ребята у нас в основном все поступают в Академию Следственного комитета Российской Федерации. Тем более, это мечта ребят. А Людмила, у нас, что касается девочек, у них очень широкая сфера деятельности, где они могут себя найти. Знаете, вообще, пансион воспитания создавался в Следственном комитете как возрождение славных традиций смолянок. Поэтому программа дополнительного образования разносторонняя. Смольного института имеется в виду? Да, да. Это смолянки. У Людмилы есть еще время подумать до ее выпускного класса. Елена Юрьевна, вот, например, вы сейчас говорили про перспективу для ребят, куда дальше пойти учиться в Академию. Ну, вот, я знаю, что у вас проблемы со зрением, да, есть? Да. Вот сетчатка, я так понимаю. Да, это у меня. Это не может послужить проблемой для дальнейшего обучения? У нас, конечно, есть медицинский отбор, психологическое собеседование, но я полагаю, что к моменту окончания кадетского корпуса у ребят не будет никаких проблем с поступлением. А сколько осталось еще? Год. Последний звонок. Кирилл, у Кирилла есть перспектива, в принципе, да, исправить ситуацию. Конечно. Ладно, ребят, по секрету скажите, что самое трудное в учебе? И муж строит вас там? Ну, нет, ну, у нас очень хорошие воспитатели. Наш воспитатель, Скворцов Андрей Юрьевич, он замечательный человек. С ним можно просто поговорить. Первый, да, месяц было тяжело. Мы привыкали к режиму. Тяжело по сей день, а то ущеба, потому что все-таки 11 класс – это не легкий класс. Там много информации, много домашнего задания, подготовка к экзамену. И вы молодцы. 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 Продолжение следует...